Всем привет! На календаре 23 декабря среда вы на канале про деньги и рынки. Меня зовут Максим Журавлев. Ну что ж, давайте обсудим текущую ситуацию в рынках, на биржах, обсудим важные экономические новости, которые влияют на эти самые рынки и на валютную пару доллар-рубль. Начнем. Начнем с того, что у нас поступила свежая информация от Центрального банка России. Вот сейчас, согласно этой информации, банки, коммерческие банки в России теряют средства физических лиц. Вот, например, по итогам ноября средство физических лиц в банках упало на 586 миллиардов рублей. Ну, в общем-то, это все и понятно, и по тем же данным Центрального банка эти деньги в основном переходят либо в недвижимость, то есть люди стали покупать больше недвижимости, либо на фондовый рынок. В общем-то, это тоже все объяснимо, тем более мы с вами понимаем, что мы сейчас живем с вами в эпоху низких ставок, и банковские вклады сегодня становятся менее привлекательны. Например, средняя доходность по банковским вкладам в наших банках примерно колеблется в районе 4,5%, а инфляция, как мы с вами знаем, официальная, она составляет примерно 4,5-4,6%, но реальная инфляция, конечно же, намного-намного больше. Мы эту тему уже много раз обсуждали, поэтому не будем на этом останавливаться. Еще, на мой взгляд, любопытная информация. Дело в том, что Банк Открытия провел опрос среди россиян, и в результате этого опроса стало понятно, что люди в России ждут курс доллара на 2021 год. Примерно в 32% опрошенных считают, что курс останется в диапазоне 70-80 рублей за американский доллар, а 28% считают, что курс упадет ниже 80 рублей за американский доллар. В этой связи любопытно мне сделать опрос среди своих подписчиков. Пожалуйста, напишите в комментариях, как вы считаете, какой курс в следующем году нам ждать. Просто любопытно, у кого какое мнение, а мы давайте будем продолжать обсуждать другую информацию. Информация для держателей акций компании «Газпром», тем более «Газпром» это тоже бумага, которая достаточно популярна среди инвесторов. Так вот, а сам «Газпром» сообщает, что в следующем году ждет увеличение показателей EBITDA на 50%. Я лишь коротко замечу, что EBITDA это один из основных показателей, которые оценивают инвесторы. И если этот показатель растет, то растет и привлекательность к этим бумагам. Плюс ко всему, этот показатель может предвосхищать и увеличение дивидендных выплат, поэтому вот эти сообщения с увеличением EBITDA, конечно же, это хорошая новость для акционеров «Газпрома». Вообще, сам по себе EBITDA это показатель прибыли, который включает в себя проценты, налоги, амортизацию, и он в целом дает представление, насколько эффективно работает компания, и по этому показателю сравнивают конкурентов. Так вот, «Газпром» говорит о том, что этот показатель будет расти вместе с ростом денежных потоков, соответственно, это хорошая новость. И в продолжении вот этой новости другая информация. Мы с вами знаем, что сейчас идет активная фаза достройки проекта «Северный поток-2», и вот уже есть информация, что баржа «Фортуна», который сейчас, трубоукладчик, который сейчас работает на территории, так вот, она увеличила темпы укладки трупа и буквально за сутки проходит 450 метров. И, как уже говорят эксперты, что если этот темп будет сохраняться, то вот этот участок, где сейчас работает «Фортуна», он будет достроен до конца текущего года. А уже с 15 января продолжится укладка труб уже в территориальных водах Дании. Это как раз самый сложный участок в плане разрешительных работ, в плане вообще согласований, поэтому это тоже дополнительная хорошая новость для акционеров «Газпрома». Ну и, соответственно, если мы с вами будем исключать такое понятие, как санкции, как геополитические риски, то, конечно же, все вот эти вот новости и в целом ожидания по данной компании могут привести к хорошему росту котировок акций компании «Газпрома». Но здесь, конечно, много «но», поэтому не будем сейчас предвосхищать события. Давайте подождем, как это все будет завершаться. Но главным образом будем обращать внимание на геополитические риски, на санкционную риторику, о которой в последнее время много разговоров идет. И мы в том числе эту тему тоже мониторим. Так, ну еще коротко из новостей. Илон Маск, оказывается, предлагал Apple купить Теслу. Причем речь шла о том, чтобы Apple покупала примерно десятую часть Теслы. Но при этом Кук, это руководитель, Тим Кук, это руководитель сейчас компании Apple, не пошел навстречу. Ну и, соответственно, эта сделка пока что остается только лишь в виде разговоров. Я напомню о том, что Apple буквально вот на днях объявила о том, что она работает над собственным проектом по электромобилям. Будет разрабатывать собственные автомобили, которые будут работать на аккумуляторах и на батареях, которые тоже будут производиться непосредственно в компании Apple. И, конечно же, на этом фоне Тесла сейчас испытывает некоторые моменты, такие связанные с конкуренцией с будущей. Так, у нас вышла статистика вчера по ВВП в Соединенных Штатах Америки за третий квартал, которая показала хороший рост плюс 33,4%. Это такой дополнительный позитив на фоне ожидающихся дополнительных фискальных стимулов, что, конечно же, в какой-то мере поддерживает положительное настроение для участников торгов. Но при этом не будем забывать о том, что сейчас весь мир буквально-таки насторожился по поводу нового штамма вируса в Европе. На этот счет уже, конечно, сделали заявление компания Pfizer и Moderna. Говорят о том, что их вакцина, тем не менее, тоже ориентирована на новый вот этот штамм. Но посмотрим, поживем, увидим. Пока тоже не будем эту тему прерасхищать. И поживем, посмотрим, как это все будет по факту реализовываться. Ну и в заключение из таких новостей запасы сырой нефти в США выросли на 2,7 миллионов баррелей по данным Американского института нефти. Друзья, вот примерно такая картина. Давайте сейчас посмотрим на графики и посмотрим, что там происходит, какова ситуация на рынке нефти и с парой доллар-рубль. Переходим в режим монитора. Итак, друзья, давайте сразу начнем график индекса S&P 500. Вчера у нас был день, и день такой, так сказать, разнонаправленный. То есть, по итогам мы, тем не менее, вчера спустились вниз на 0,2% по индексу S&P 500. Но индекс московской биржи у нас вчера, наоборот, показал оптимизм, плюс 1,5% роста. Причем рост в основном был вот в таких голубых фишках, как вот, например, Газпром, о которых мы только что сегодня говорили. То есть, Газпром это в целом бумага, которая вот моментально, на мой взгляд, будет иметь перспективу роста. Но здесь еще раз повторюсь, что очень много нюансов. Эти нюансы в основном связаны именно с геополитикой. Ну, а если, например, вообще отвлечься вообще вот от всех вот этих вот геополитических вопросов, то чисто с экономической фундаментальной точки зрения, я считаю, что Северный поток-2, тем не менее, будет достроен. Все это, конечно, вылится в росте котировок бумаги компании Газпром. Так, ну, давайте дальше посмотрим. У нас нефть, нефть марки Brent в настоящее время торгуется на отметке 49 долларов и 30 центов. Коррекция у нас продолжается. Сейчас, пока я пишу данный обзор, у нас в основном идет активная торговля на азиатской сессии. Падение нефти, в общем-то, оно вполне себе объяснимо. Все эти причины падения мы с вами уже несколько раз обсуждали. Это и в основном вопросы здравоохранения, плюс избыток нефти в мире, ну и, конечно же, все вот эти вот заявления Джо Байдена по поводу рынка нефти, по поводу альтернативной энергетики и так далее, и так далее. То есть, в общем-то, те, кто регулярно смотрит мои обзоры, они, в общем-то, прекрасно знают, почему у нас корректируется нефть. Что касается валютной пары доллар-рубль, то вчера на валютной секции Московской биржи пара у нас закрылась на отметке 75,9. То есть, фактически мы с вами пошли к отметке 76. Поэтому наше предположение коридор до 77, он остается в силе. Естественно, вот это падение курса рубля, в данном случае падение рубля по отношению к доллару, тоже имеет такой, в основном, такой экономико-политический характер, то есть, за счет геополитических рисков, ну и, соответственно, плюс ко всему, это все-таки падение нефти, да, то есть, не надо все-таки исключать корреляцию валютной пары доллар-рубль с нефтью, безусловно. Поэтому я считаю, что перспективы по валютной паре доллар-рубль, на мой взгляд, будут оставаться пока что вот в тех ожиданиях, которые мы сами имеем. То есть, доллар США будет продолжать рост по отношению к рублю. Но если говорить с графической точки зрения, с технической точки зрения, да, то я считаю, что вот это вот движение, которое мы сегодня с вами имеем, оно должно найти подтверждение. То есть, вот эта текущая отметка в районе плюс-минус 76 рублей за американский доллар, то есть, в случае пробоя вот этого уровня, то есть, ухода еще выше, если, например, это состоится сегодня движение, то ближайшая цель у нас будет в районе около 76 рублей 70 копеек. То есть, вот такие вот ожидания. Если вот еще раз подвести итог, текущая отметка, она является таким локальным сопротивлением. Поэтому давайте вот именно сегодня обратим внимание, каким образом будет торговаться валютная пара доллар-рубль на текущих отметках. И после этого уже делать выводы. Так, ну и давайте в завершении посмотрим на котировки золот. Золото у нас находится на отметке 1864 доллара за тройскую унцию. Конечно же, золото сейчас в основном привязано к ожиданиям по поводу фискальных стимулов. Вот этот документ по поводу дополнительных денег в США находится на подписи у Трампа. Все ждут, но понятно, что рынок, возможно, уже заложил это решение. Но, тем не менее, золото это такой актив, который покажет свое действие или свой эффект от этих новых денег в определенную перспективу с некоторым временным лагом, как это принято говорить. Друзья, пока на сегодня на утро все. Подписывайтесь на канал, комментируйте свою историю и увидимся в следующих обзорах. До встречи в эфире.